Стальной хват России! Привет большой! Подписчики на канале YouTube, привет большой! Суббота, 13-е, время 12.43. Сегодня я уже снял один фильм для Тамбова. Теперь начинаем снимать другой фильм. И в принципе задача, опять же, подобрать эспандер, фактически подобрать эспандер под небольшую ладонь. Вот, все больше и больше ребят, смотря мои фильмы, понимают, что, в общем-то, хват не заканчивается на том, что ладонь небольшая. Наоборот, наоборот. С маленькой ладонью обратился ко мне житель Иркутска. Тезка Вадим, привет! Говорит, работаю с коком 2. Не хватает моей ладони 175. Еще раз показываю, ребят, от первого сгиба, вот он у меня, видите, четко проходит. Первый сгиб до кончика среднего пальца. Вот эта вот прямая, это длина вашей ладони. Ширина не столько принципиальна, сколько важна длина. Потому что от нее длина фаланг, от нее начальная фаза атаки, тяги осуществляется. Поэтому 175, кок 2, не могу зацепить, не могу подтянуть, это начинает раздражать. Ребят, все правильно, будет раздражать. Называется центральная нервная система. Она начинает напрягаться, она накапливает отрицательный в себе, в общем-то, баланс силы, отрицательный. Хочется завязать и пойти сжать штангу, где не принципиально будет длина пальцев. Или заняться скандинавской ходьбой, с шахматами по дороге. Поэтому я говорю, подождите, подождите сжать, подождите ходить. Хотя и это тоже надо, наверное, делать. Давайте подбирать эспандеры с таким размером между ручками, которые подойдут именно вам. На данный момент все почему-то считают, там, коки, ГХП, это лидеры, это самые крутые. Их надо брать, потому что они лучше всех. Да нифига подобного. Все хорошие. Все хорошие. Хороший тот, который тебе подходит. Вот тот эспандеры хороший. Можно взять и сделать самостоятельно. И скоро будет про это фильм, как человек сам себе собрал эспандер на токарном станке. Можно, еще раз покажу, можно сделать любые ручки. Вот мне сделали из бронзы. Вот нержавейка, десятка. Я ее, в общем-то, мне ее согнули ровненько. Нанесли метки. Вот тебе, пожалуйста, готово. Здесь сейчас 40 килограмм. И расстояние 49 миллиметров. Отлично. Можно работать. Становиться сильнее. По меточке вверх подниматься. Прожал хорошо, прожимаю 40. Следующий 44. Тут шаг очень лайтовый. Соответственно, можно заниматься с хеви-гриппами, с селоруковыми, с барабанами, да с кем угодно. Но надо, чтобы вас все устраивало. Устраивало расстояние, устраивал ход пружинной, накатка. Чтобы вы не испытывали дискомфорта. Поэтому ребята обращаются и считают, что моряки, и я благодарен тем ребятам, кто с моряками связан и становится адептом стального хвата России, подбирает вместо Кока-2, вот этот Кока-2 новый и очень тяжелый. Я сейчас покажу на двух эспандерах, насколько принципиально расстояние в разницу 8 миллиметров. Вы сейчас увидите. Вот это 71,5 и 49 килограмм. Но про это я сниму отдельное кино. Можно будет обладателем более широкой, более длинной ладони. Ну, допустим, мне, ну, можно, в общем-то, с ним работать, 197 у меня. А вот у кого 180 и ниже, ну, вот у Вадима, в частности, 175. Это маловасто будет. Тут надо тогда набирать очень большую силу. То есть вернуться к Кока-2 можно, если, ну, допустим, Вадим, ты 70 килограмм, Контр-Адмирала начнешь спокойно закрывать. Тогда ты, естественно, уничтожишь расстояние 71,5. Ну, а пока давай посмотрим. Вот предварительный замер был сделан. 49,6. И, в общем-то, 49,6 капитан третьего ранга. Еще раз повторю. Все мы, пользуясь случаем, снимая фильм Вадима, повторю. До капитана третьего ранга шаг в 5-8 килограмм. Ну, 10 его просто, в общем-то, нет такого шага. Он где-то попадается на начальных вообще эспандерах. Но это все преодолимо достаточно быстро. Вот с капитана третьего ранга шаг 3-5 килограмм. Еще раз скажу. То, что ты закрываешь без установки, следующий шаг в плюс 5 килограмм, можно закрыть в параллели. Соответственно, вот так можно перебираться с эспандера на эспандер. И так будет возрастать нагрузка у эспандеров. Так будет расти сила хвата. И так это будет все интересно и правильно. Итак, показываю расстояние. Кок-2 это я просто озвучил. Вадим сказал, что, в общем-то, работает, но не может закрыть без установки, а хочется без установки. Соответственно, смотрим. Моряка. Стальной хват России. Капитан третьего ранга. И расстояние у моряка по нулям. Чтобы точно замерить расстояние, я смотрю на эспандер, не вот так делаю криво, что могу замерить задние стенки, а это будет шире расстояние. Ну уж тем более, если по передним стенкам, то расстояние еще меньше будет. А именно середину ручки. Середину относительно середины. Зеркально, да. И мы здесь получаем вот так вот. 63,5. 63 ровно. 63 мм. 62-66 стандартные моряки. И, в общем-то, с возрастанием нагрузки не дергается расстояние между ручек. Оно примерно остается вот в этих 5 мм. 3-5 мм. Есть 61. Есть 66. Вот они. 61-66, 62-66. Но в основной массе это вот такое расстояние между ручек. 63 мм. 63,5 мм. У Кока-2 71,5 мм. У этого Кока-2 8 мм. Ручки по длине и по диаметру одинаковые. У американца и у моряка. 19-е ручки. Вот 19-е ручки на 95 длина. 95 я рассказывал, что, скорее всего, Уэйд... Ну, Уэйд, говорю. Вспомнил Уэйду привет, если смотрят кино. Геленхем. Уоррен. В 63-м году, когда первый металлический эспандер сделал, я не держал их в руках. Эти первые 3-5 эспандеров. Скорее всего, вот тогда он, в общем-то, и подумал о том, что ширина ладони человеческой, ну, средней мужской ладони где-то в районе сотки. Поэтому, чтобы закрывалась ручка и оставалась одна пружина. Вот 95 будет удобно. Вы можете сами, в общем-то, и встречали разные эспандеры по длине, которые обрезаны, мини-эспандеры. Это понятно, что там длина в половину ручки это 40 там миллиметров. Это, ну, уже не то, да? Это мини-эспандеры под два пальца, потом под один палец. А есть ручки там, если многие там видели, которые немножечко у китайцев есть, они не 95-е там, а 93-92, уже заметно. 3 миллиметра уже будет заметно. 90-е. И сотки я видел, в общем-то, и, если не ошибаюсь, производитель один был, он делал одну ручку длиннее, другую покороче. Сотка она была. Сотка, рабочая ручка, и это была, как бы, типа, под удобство поджатия. Но сотка тоже заметна. Так же, как и заметен, диаметр 21. Вот, у меня есть сил, я с ним буду показывать. 21 на нем диаметр. Барабан любит 20, там, и 5, 20, и 6, вот такие диаметры. И заметно, что ручка толще. Толще ручка, начинает тоже неудобно, вроде казаться. Тоньше ручка, больше прожима, мясистая лапа, как мы называем. Ребята часто, мы называем, ребят называют лапа, когда сильная, да? Большая ладонь. И ребята работают с большими эспандерами. Вот, лапы у них, у них лапы. Ладонь монстра. 205-210. И пружина 6,85. То есть, я отвлекся, Вадим рассказал. Вот она, пружиночка 6,85. У 3-го ранга. Ну, так как это лежит под рукой, я могу у двоечки посмотреть тоже пружину. Ну, вот, металл, я так думаю, что это связано все-таки с закалкой. Здесь металл 6,68. Скорее всего, 6,65, а здесь 6,85. И немножко цвет отличается. И вот теперь, смотрите, Вадим, смотри. Значит, что я сделаю. Два эспандера. 8 мм разница. Про что рассказывал Валерий Владимирович Толстых. Это 49 кг. Это предварительно тоже 49. 49 кг. Вот она разница. Вот она, начальная разница. Вот она, 8 мм. Значит, без установки. 197. Соответственно, ребят, поверьте мне, ну, за много лет я наработал какую-то технику правильную в закрытии, без установки, в закрытии, с установок, ну, кроме карты. Не хочу. Не нравится мне карта. Не хочу ее даже трогать. Кому-то она идет. Мне вот она не подходит. Итак, значит, моряка, капитана третьего ранга в сторону. смотри, Вадим. Значит, соответственно, что у кого меньше, чем у меня, а 175 и 197, извиняюсь, это 22 мм. Два почти с лишним сантиметра. Это фаланга. Это практически длина фаланги. Итак, все, прижал. Без магнезии. Единственное, что без магнезии. Тремор. Пришлось, конечно, подергаться, чтобы подтянуть вот этими тремя пальцами под атаку мизинца и мизинцем затягивать. Вроде бы закрыл. 49 килограмм. Тяжело. Тяжело. Ну, единственное, что не хочется, в общем-то, и не надо пачкать. И моряк. Даже он немножечко по показаниям он тяжелее. Ну, сейчас посмотрим калибровку третьего ранга. базовой силы. У меня не настолько больше. И вроде бы и тремор возникает и там, и там. Но начальная фаза гораздо легче здесь уходит и легче работать. естественно, потому что здесь 63, а там 71. Вот и все, Вадим. Так что, давай посмотрим калибровку. Я надеюсь, что с твоей ладонью, с длиной ладонью 175 все получится. Дальше естественно просто шаг. Просто подбираешь шаг в 3 килограмма в идеале. Ну, до 5 килограмм. Ну, короче, идеал 3 килограмма. И шагаешь не смотря не обращаешь внимания на монстров, не монстров. Сам для себя решаешь. Вот хочешь так заниматься? Хочешь достигнуть нового значения силы хвата? Достигаешь. и так. Ну, совсем хорошо. Вот он. Капитан 3-го ранга. Очень плотненько подтянул. Зазор имеет место быть, но очень-очень микронный. То есть, поймал совсем. Фактически вот так закрытие эспандера. Но касания не было. 49 килограмм. то, что и было в общем-то снято первоначально замером. То и получилось. Все, один. Иркутск. СДЭК. СДЭК-посылочка. Естественно, все это я тебе сегодня отправлю вот в такой коробочке. СДЭК-посылочка. Ребят, заказывайте. Итак, морские звания. Стальной хват России. Капитан третьего ранга. Иркутску еще раз привет. Правильно подобранная нагрузка. Росхвата. Да пребудет с вами сила. Пока. Встречаемся в обители. Редактор субтитров.